Русские новости Конечно, нельзя пропустить события минувшего воскресенья, массовые выступления, массовые задержания, аресты, массовое беззаконие, но все это навальнизм. Навальнизм, то есть проявление абсолютно безответственного протеста, который используется властью и я думаю, что ей организуется с целью не допустить протеста осмысленного, который приведет в конце концов к изменению государственного строя, к изменению порядка хозяйственной жизни и в целом к изменению нашей повседневной жизни. Вот ничего этого в воскресенье инициаторы массовых выступлений не предусматривают. Они борются с коррупцией. А что у нас среди граждан есть сторонники коррупции? Да, есть участники коррупции. Я думаю, кстати, что среди вот этих масс, которые вышли, невольных соучастников коррупционных сделок найдется немало. Конечно, там было много молодежи, люди, которые совершенно ничего не понимают в нынешней жизни и им интересен был драйв, тусовка, массовка. И я думаю, что нынешней власти именно такая массовка, совершенно безответственная и не ориентированная на какие-либо изменения в стране, очень и нужна, чтобы не было другой массовки. Ну вот русское движение у нас сейчас массовки лишилось. Довольно быстро, потому что провокаторы, которые были внедрены в наше движение, тоже предусматривали полную безответственность. Русский марш раз в году прошли, помахали флагами и разошлись в разные стороны до следующего года. Не выдвигая никаких программ, не формируя общественных структур, не ставя никаких политических задач, не структурируясь, не объединяясь, ничего. Вот точно так же действует Навальный, даже еще, можно сказать, круче, потому что появился он там где-то в 2006 году и как раз на русском марше, можно сказать, его первый бенефис состоялся. Правда, никто этого не заметил, но тем не менее, так это и было. Массовку искал Навальный сначала среди националистов и патриотов. Ну там вот как-то не подошло, поэтому он съездил, поучился в Америке, далее к нему пришли потоки информации, откуда бы они могли взяться. Все они появляются, не сомневаюсь, нисколечки из спецслужб, которыми манипулирует закулисная группа. И с помощью тех публикаций, которые, конечно, Навальный не формирует сам, он не может просто не в состоянии найти ту информацию, которую он публикует, манипулирует соотношением сил там в закулисе. Мы даже толком не знаем, кто кого там подсиживает, кто кого к чему склоняет. Может быть, коррупционные сделки меняют субъектов, и вот этому все и служит, потому что реально, конечно, никакой борьбы с коррупцией. Нет, есть оглашение дозированной информации. О том мы не знали, что Димон, так называемый, это коррупционер. Там других просто нет, там других не держат. В таком случае, для чего все эти публикации, все эти ролики, которые там 2 миллиона просмотров, и это нам выдают как какое-то колоссальное достижение? Ну, наверное, там просмотров немало, потому что сейчас уже мозги публики так заряжены, что она с удовольствием все эти ролики смотрит. Но, тем не менее, ну, дайте 100 тысяч рублей, я вам 2 миллиона просмотров на любой ролик сделаю. Хоть обезьяну там показывай, и даже это, наверное, будет интереснее, чем если в этом ролике что-то будет представлено серьезное. Да никаких проблем с раскруткой любого ролика, любого интернет-активиста нет, просто нет. А какое содержание? Ну, хорошо, мы и так знаем, что Димон, Вован и все прочие подобные персонажи, это люди криминального склада, это воры, изменники. Мы знаем это, ну, кто об этом не знает? Спросите окружающих вас, ну, либо это совсем уже свихнувшиеся люди, либо они скажут, да, страна пропитана коррупцией, она управляется коррупционерами и управляется коррупцией. Что дальше? Какие дальше действия? А давайте мы выйдем толпой и объявим о том, что вся страна коррумпирована, и вот мы требуем чего-то отставки Дмитрия Медведева, это что, изменит ситуацию, изменит как-то систему, да не в малейшей степени. И пока вы ничего не можете сделать, пока вы вот кроме этих массовок ничего делать и не собираетесь, Димон так и будет сидеть там, где он сидит. И Вован тоже. И никакой разницы в том, вышли вы на улицу или нет, не будет. Если вы безответственны, если вы не участвуете в движении, если вы не формируете какие-то политические смыслы и у вас нет позитивной программы образа будущего, то вы просто действительно массовка. Вы вышли на карнавал. И не случайно много несовершеннолетних, им в общем-то по барабану было, что там кричат, почему кричат. Вот интересно потусоваться, много ли народу вышло? Ну да, для карнавала народу вышло вообще-то маловато, но должно было выйти там 100 тысяч. Вышло в Москве, ну наверное тысяч 10, ну 20 может быть, не знаю. Там по официальным данным 7-8 тысяч, но это видимо только на Пушкинской, а в целом, ну пусть будет 20 тысяч. Ну это же карнавал, он же не требует от власти вообще ничего. А власти очень удобно. И тут же вот начинается агитационная кампания, что нам надо будет выйти всем на выборы в 2018 году, на выборы президента и выразить свою волю. Ну вот мы недовольны этой властью, придем на выборы, выразим свою волю. Сценарий ровно такой же, как в 2011-2012. Много шумим, все бежим на выборы, кто будет президентом, заранее известно. Теперь уже известно точно, будет Навальный кандидатом в президенты или нет, никакой разницы. Ну во-первых, пресечь его выдвижение кандидатом в президенты, это расплюнуть на недействующие власти. В прошлом цикле так вот генерала Ивашова сняли еще до вообще старта избирательной кампании. Просто не позволили выйти на вот эту состязательную дистанцию избирательной кампании. Ну точно так же и Навального могут снять, ну вы будете шуметь еще в течение года, выйдете еще раз на какие-то массовки, тусовки. А то вас же ничего не требуется. Выходите, вот еще два-три раза вы выйдете в течение года и все. Навального снимут за дистанции, а может и не снимут. А зачем его снимать, если ваш возмущенный разум поведет вас на избирательные участки. Так власти именно это и нужно. И Навальный ей нужен именно для этого. Ну одна функция это вот это манипулирование в закулисье, столкновение там различных групп. Как вот чекисты нами правили, так они правят и сейчас. Поэтому сливают дозированную информацию. Не знаю, известно ли самому Навальному откуда эта информация черпается. Я думаю, что ему известна только часть этих источников. И не вполне достоверная. Ну предоставляют ему такую информацию. И он пытается заряжать публику. Вот он зарядит публику на 12-й год. Публика придет на избирательные участки. Кто будет выбран президентом? Навальный? Да ни под каким видом. Если хоть малейший шанс у него будет, он будет снят с избирательной кампанией. Будет Путин. Будет Путин. Если вы не выдвигаете никакой программы, если вы не в политике, а просто в карнавале, значит это не стоит ничего. Ничего. Вот эта ее 10-тысячная толпа, это просто пшик. Сегодня это нас очень впечатляет, а завтра это все будет забыто и никому не нужно. Развлекаться вы выходите на улицу. Развлекаться. Вы развлеклись, развлекли заодно полицию. Им тоже надо размяться. Ну им скучно же. Как интересно заламывать руки, бить дубинками. Это же интересно. Просто интересно. Они оправдывают как-то в своих глазах свою службу. Но ведь она абсолютно бесполезна. Это служение беззаконному режиму, беззаконными методами. Ну вот хотя бы мышцы размять. И сказать, ну смотри какие мы молодцы, какую мы операцию провели. Мы там похватали тысячу человек. Ну вот кстати, я тут собрал кое-какую информацию. Ну это уже в порядке русских новостей. В таком потоке событий. Сам я не смотрел эти видеоролики. Ну ничего там нет. Ну бродят толпы людей, кого-то там вяжут. Какой-то там полицейский, видимо очень впечатлительное сознание потерял, в обморок упал. Говорят, ой его ударили. Да кто его там, кому он нужен? И кому вообще эта полиция нужна? Без полиции у нас бы и преступности не было. Без судей мы бы как-то меж собой бы рассудили все правильно. Вот основной источник преступности это, конечно, путинский режим. Никакого закона нет, никакого государства и никаких легитимных и законных действий со стороны этой власти нет. Она, конечно, абсолютно враждебна народу. Но просто выходить на карнавал, устраивать для потехи этой власти вот эти уличные гуляния, ну это бред просто. Либо вы создаете общественные структуры, занимаетесь систематической работой, наращиваете сеть, привлекаете старатников, выдвигаете какие-то идеологические концепции, программы. И с этим тогда вы можете стучаться на выборы и просто к элементарно разумным, еще не потерявшим рассудок вот этим людям, которые сидят во власти. Тогда есть хоть какие-то шансы. А основальным нет никаких шансов. Он же не выдвинул никакой программы, не создал никакой структуры. Ничего нет, абсолютно ничего нет. Поэтому абсолютно безответственный человек. Ну представьте, сегодня он становится президентом, что он с коррупцией будет бороться? Но одних коррупционеров поменяет на других. У него есть какая-то программа, а вы о ней знаете, расскажите. Нет никакой программы. Что у него есть? Какие-то общественные структуры, соратники у него есть какие-нибудь? Да нет никого, вообще ничего. Это раскрутка одиночки. Для чего? Чисто деструктивная деятельность. Поэтому национал-патриотам, конечно, с националистом русским, с Навальным не по пути. И с этой толпой карнавальной тоже не по пути. Мы должны формировать русское движение. Ну а что там произошло? Ну в районе Тверской улицы находилось 7-8 тысяч человек. А в этом указано на сайте столичного управления внутренних дел. Люди были без транспарантов, ну запретили им на Тверскую выходить. Естественно, они без транспарантов. У нас же только по согласованию с начальством вообще что-то можно делать. У некоторых висели какие-то на плече кроссовки, как у Димона. Ну в соответствии с роликом, который как где-то там был показан. Но это ничто, это пустяки, это тоже карнавальщина. Никто не выкрикивал лозунгов. Все вели себя спокойно, против полиции не было провокаций. Пришло очень много молодых, в основном студентов и даже подростков. Ну а что там делать подросткам, вы не знаете? Они тоже борцы с коррупцией. Что они знают о коррупции, я не представляю себе. У памятника Пушкину цитировали во глубине сибирских руд. Ну такие вот остроумные люди. А еще один остряк на постаменте в ногах у поэта положил распечатку слов «Вставай, страна огромная». Ну это просто смеху подобно. Это уровень политической активности, уровень политических лозунгов. Вот такой. ОМОН и нацгвардия выстрелились в цепи и защищали площадь, напирая на толпу. В какой-то момент бросались на людей и под крики позор кого-нибудь волокли. Если молодые люди хоть как-то оказывали сопротивление, их жестоко вязали. Подарок ментам называется. Полиция мудрилась избить несовершеннолетнего британского школьника, который находился там случайно. Да и полно там случайных людей было. Поэтому ну как-то дополняется эта массовка, вот эти 7-8 тысяч людей, которые обычно бывают в выходные дни в центре. Ну и они тоже попали под раздачу. Полицейским раздали распечатанные протоколы, в которых для каждого задержанного было написано одно и то же. Это обычное дело, и мы сталкивались в 2012 году, когда у нас было массовое задержание по доносу национал-предателей. Там тоже были протоколы, там даже время и место было проставлено. Хотя реально задержание состоялось в другом месте, ну у них там сценарий как-то вот не сложился. Но протоколы тоже были заранее распечатаны, все одинаковые, для всех одинаково. В одном и то же месте, в одно и то же время не совпадало ни время, ни место, ни обстоятельства. Но здесь-то можно было предугадать, поэтому распечатанные заранее протоколы вносишь только фамилию, имя, отчество и расписываешь все. Без проблем. Это форма беззакония, уже устоявшаяся и привычная. Одних запугивали отчислением из института, судами, арестом на двое суток. Других убеждали быстро подписать ничего не значащую бумагу и пойти домой спать. Ну они выполняли свое распоряжение. Потом суды, да. Ну кстати не надо, зачем на них ходить? Вы не обязаны там присутствовать. Обязаны ли вы платить, если суд там припишет вам какой-то штраф? Ну в общем-то обязаны, но торопиться с этим не надо. И может быть и не надо настолько торопиться, что потом все забудут об этом. Ведь главное не в этом. Ну вам выпишут штраф, вы считаете, что кому-то они нужны, ваши эти копейки? Да нет. Это там уровень коррупции таков даже вот в среде судей или полицейских, что никому эти копейки не нужны и особенно никто не контролирует. Заплатили вы или нет, могут просто забыть. Ну там десятки тысяч всяких штрафных санкций, ну где-то они на миллионы, а где-то на ваши копейки. Ну естественно, что будут заниматься миллионами, изъятием там собственности, захватом ее с использованием правоохранительных структур. А ваши копейки, они там сбоку припеку. Ну если хватит сил, то доберутся до вас. Но скорее всего не хватит. Во время несанкционированной акции полицейские задержали в Москве около 600 человек, хотя сообщалось о более чем тысячи, но скорее всего несовершеннолетних просто отпустили. А вот этой численностью 600 человек сообщил глава департамента новый преступник, назначенный на эту должность. Глава департамента региональной безопасности противодействия коррупции. Есть вот такая должность в Москве. Владимир Черников, вот это борец с коррупцией, который против борцов с коррупцией выступил. Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального, организатора всего этого безобразия, я имею ввиду карнавала, за неповиновение полицейскому во время акции на 15 суток. 20 сотрудников его фонда борьбы с коррупцией задержаны или арестованы. После того, как всех сотрудников вывели из офиса, туда вошли неизвестные лица и вынесли всю технику без адвокатов, понятых, оформление бумаг. Считаете, что это какое-то запредельное беззаконие? Это обычное беззаконие. Еще вот все имущество они уничтожат как средство совершения преступления. Вы знаете, такая вот мерзость существует. Человек написал что-то в сети, у него проводят обыск, возбуждают уголовное дело, как обычно чаще всего по 282 статье, что он что-то там возбуждает. И изымают у него, переворачивают всю квартиру вверх дном, изымают у него компьютер, а потом по решению суда компьютер уничтожают. Вы можете себе представить, каким надо быть идиотом и одновременно подлецом, чтобы принимать такие решения? Ну, принимают решения судьи, это у них тоже введено в правило. Вы что-то опубликовали, у вас изымают компьютер, а потом компьютер как средство совершения преступления уничтожают. Просто бред сивой кобылы. Конечно, все эти судьи, это не судьи, это преступники, переодетые в маскхалаты. Конечно, это не правоохранительная система, это просто сборище проходимцев и негодяев. Столичная администрация приняла решение закрыть памятник Пушкину по итогам этой акции с целью проведения реставрационных работ до сентября. Ну, наверное, я думаю, продлят до проведения президентских выборов. Ну, место такое, ну разве можно собираться на Пушкинской площади? Это же преступно. Раз ты пришел на Пушкинскую площадь, не просто прогуливаясь, а прогуливаясь с какой-нибудь целью, не сообщив ее даже кому-то, а если у вас была какая-то цель, или если можно предполагать, что такая цель есть, то вы заведомо преступник. Поэтому это место совершения массовых преступлений надо закрыть. Вот такие, извините, придурки у нас работают в администрации города Москвы, в администрации президента, в правительстве. Мы видим сочетание слабоумия с запредельным бесстыдством. Конечно, этот режим должен быть уничтожен. Конечно, он должен быть уничтожен. Но то, что Алексей Навальный и вся эта карнавальная публика к уничтожению этого режима не приложит нисколько, не приложит никаких усилий, я в этом совершенно убежден. Все эти десятки тысяч людей, сочувствующих, часть из них вышла на улицы, не будут делать ничего, ничего. В Кремле Навальному аплодируют. Это их человек. Он действует по их сценарию, может быть, даже не осознавая, что это так. Ну, чуть раньше, например, 15 марта 2017 года, в столетнюю годовщину свержения законного православного царя Николая II и явления в тот же День Державной иконы Божьей Матери, Союз Христианского Возрождения, другие православные организации провели в Москве на Суворовской площади традиционное молитвенное стояние. По окончании митинга полицейская охрана, спокойно наблюдавшая молитвы и выступления участников, внезапно придралась к хоругвям, которые хоргвеносцы уже начали складывать. Более других отличился капитан полиции. Попробую прочесть, как его звали. Сефаралиев Эльдар Хирулахович, удостоверение номер 141528, который заявил, что одна из хоругвий, православие или смерть, слова апостола Павла, носит якобы экстремистский характер. То есть, вот этот капитан Хирулахович решает православным свою веру как-то пропагандировать или нет, цитировать апостола Павла или нет, провозглашать православие и смерть или нет. Он на месте прямо решает, что это экстремизм. Он дал понять, что эти слова угрожают другим конфессиям. Ну, вот этот дебил будет нам рассказывать, что мы подразумеваем под этими словами. Состоялось задержание, и он погрузил в полицейский воронок Харгуеноса Дмитрия Антонова, адвоката Чапурнуюх и Владимира Николаевича Осипова с женой, кто, собственно, и проводил это молитвенное стояние в османном отделе УВД Москвы. Всех продержали почти пять часов, хотя имеют право держать не больше трех. Ну, разве это преступление? Разве это правонарушение? С нашей точки зрения, да, и с точки зрения закона, это преступление. Но с точки зрения правоохранителей, ну, это так, это пустяки, ну, кто же будет на это обращать внимание? Да хоть сутки продержи, хоть трое суток, да хоть неделю. Кто будет преследовать этих правоохранителей? Никто не будет. Никто, потому что закона в России нет. Он написан на бумаге, но исполнение подлежит только со стороны граждан. Ну, ни в коем случае со стороны так называемых правоохранителей, ни со стороны мошенников, которые полностью интегрированы с нынешней системой. И, конечно, преступления совершаются постоянно. Постоянно совершаются преступления прежде всего теми, кто должен с преступностью бороться. Ну, естественно, в государственной власти, кто чем руководит, там и коррумпируется. Это правило, это не исключение. И всем нам это хорошо известно. Значит, надо как-то противодействовать всему этому безобразию. Надо формировать общественные структуры. Хватит заниматься карнавалом и публичными тусовками и развлечениями для полиции. Вот немножко о судебной мерзости, которую любой встречает, кто попадает в суд. Он понимает, что он попал туда, где нет ни правды, ни закона. Где над ним поиздеваются, где он затратит время, деньги, потеряет все то, что только можно потерять. Вот как работают суды. Мосгорсуд признал законным изменение законодательства, согласно которым встречи с избирателями приравниваются к митингам и должны быть согласованы с властями. То есть депутат, которому не предоставляют помещение, конечно, у нас никому из депутатов, хотя они все избраны от ныне действующей власти, не предоставляют. Ну, потому что кто-то вот пролезет, ну, зачем же ему давать возможность общаться с избирателями. Поэтому, конечно, зал не предоставят. Ни на 10 человек, ни на 100 человек, ни тем более уж на 1000. Хотя у депутата Госдумы сотни тысяч избирателей, ему надо встречаться в залах тысячных. Ну, кто же ему это предоставит? Это же денег стоит. Конечно, не дадут. Ну, по своей бедности депутаты иногда назначают встречи на улице. Ну, вот наивные депутаты Крыма, они считали, что они выскользнули из-под геноцида со стороны так называемых укров и теперь пришли в демократическую страну. Они решили в Крыму, благо там тепло, проводить встречи с избирателями на улице. Сейчас под Микитки берут не только граждан, которые смеют затевать разговор с депутатом, но и самого депутата просто. Берут за шкирку, за руки, за ноги и тащат в автозак. Это дело обычное. Поэтому там тоже теперь на улице не проводится таких мероприятий. А теперь, вот видите, в Москве тоже Мосгорсуд решил, что нет, вы обязаны теперь согласовывать. Если у вас 10 человек собирается с депутатом на улице, вы обязаны согласовать. Даже два человека, это же пикет. Незаконный пикет, можно арестовать кого угодно. Поэтому даже если просочится в эту систему достойный человек депутат, он просто не сможет работать, потому что вся система просто пронизана преступлением. Вот Мосгорсуд совершает преступление. Он принимает антиконституционный акт. И всем все равно. И вы тоже сидите за своими мониторами. Вам все равно от этого. Вас это не подвигает ни на какое действие. Вот в чем основная проблема. Не в том, что нас там маловато выходит на митинги, или нас мало в общественных структурах. Можно сказать, что нас нет вообще. И как народа нас нет вообще, потому что мы не структурированы в те самые общественные структуры, которые могут заявлять коллективное мнение. И требовать там отставки и так далее. Карнавал очень хорошо. Участвуйте в карнавале. Давайте дальше. Власти это только выгодно. Потому что карнавал не представляет ни чьего мнения. И никакой опасности для этой власти не представляет. А вот что мы тратим на судебную власть. Размер финансирования столичного управления суддепартамента в 2016 году достиг суммы 4,4 миллиарда рублей. Вот это деньги, которые мы с вами платим как налогоплательщики, как владельцы всего, что есть в России. Ну, формально мы таковыми являемся. Реально, конечно, нет. Реально мы рабы. Но вот им выделяется 4,4 миллиарда рублей. 69% из этой суммы это зарплаты судей. Почти 70% можно сказать. Округлим. 70% из этой суммы это зарплаты судей, работников судов управления, а также другие выплаты. То есть это их пособие. Это их пособие. Нет, не на организацию работы, а просто на то, что они там отсиживают, застегивают на себе эти мантии, несут всякую ахинею и ущемляют права граждан всеми возможными способами. Если вы приходите в суд, вы очень быстро убедитесь, что судья ваш враг. Независимо от того, какая вы на стороне правды или на стороне неправды, судья не на стороне закона, судья не на стороне справедливости. Все сотрудники суда работают не на то, чтобы в стране установился вот этот порядок, который мы бы ощущали как справедливость. Средняя зарплата столичных федеральных судей в 2016 году составила 158 тысяч рублей, но без малого 160 тысяч. Годом ранее 124 тысячи. Ну такой приличный рост. У нас у всех падение. Мы все либо получаем меньшую зарплату, либо лишаемся ее вообще. Идет кризис, спад во всех отношениях. Судьи получают дополнительные прибавки к зарплате. Мировые судьи получают сейчас 113 тысяч рублей. В прошлом году, ну позапрошлом, в 2015 году это было 82 тысячи, тоже существенный рост. Общая штатная численность судей райсудов Москвы составила 607 единиц. Мировых судей 438 единиц. То есть более тысячи судей у нас, в общем не так много. Когда нужно будет арестовать всю эту публику, ну в общем-то больших усилий не предвидится. Всего около тысячи человек в Москве. Не так уж и много. В 2016 году правосудие в северной столице, имеется в виду Санкт-Петербург, осуществляли 383 судей райсудов и 200 мировых судей. То есть где-то около 600 человек по штату. Они рассмотрели 631 тысячу дел. То есть примерно по тысяче дел в год на каждого. Нагрузочка такая, немаленькая. При этом средняя нагрузка в районных судах это 60 дел, которые ведутся одновременно. Представляете, может ли судья вести одновременно 60 дел? Он вообще не помнит, что там в этих делах есть. Он их не читает, не понимает и соответственно выносит неправосудные решения. Справедливых решений в судах не бывает. Не бывает. Поэтому ходить в суды по доброй воле нет никакого смысла. Даже если вас туда силком тянут, участвовать во всем этом безобразии нет никакого смысла. Поверьте, я участвовал в десятках судов. Все это обман публики за рублики. Рублики получают судьи. Вы получаете, кроме головной боли, еще ущерб от деятельности всей этой системы. Ну вот примерно 600 человек в Санкт-Петербурге, 1000 человек в Москве. Вот 1600 человек в двух крупнейших городах занимаются тотальным беззаконием каждый день. Каждый день. Естественно, воруют и воруют. Прокуратура Москвы возбудила 20 уголовных дел о мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на трудоустройство инвалидов. А вы собираете деньги в помощь инвалидам. Их оприходуют куда нужно. Всего, по данным ведомства, было похищено более миллиарда рублей. По 38 договорам, которые работодатели заключили с Департаментом труда и занятости Москвы, обязательства по созданию рабочих мест не были выполнены. Кроме того, 22 организации, бравшие на себя такие обязательства с 2011 по 2014 год, отсутствуют по адресам регистрации. Руководители этих организаций скрылись. В Твери суд приговорил бывшего депутата Государственной Думы Максима Мищенко, бывшего лидера пропутинского движения «Россия молодая», к 2,5 годам лишения свободы за расхищение бюджетных средств. А такой был борзый, такой был бодрый молодой человек, который, кстати, начинал в родине, его заметили. Он тогда в Бауманском институте занимался активизмом студенческим, его заметили, подняли. Он тут же сбежал, естественно, к путинистам, природный предатель. Ему нашли местечко в администрации Тверской области. Он там был заместителем какого-то министра, у нас министр в областях, если кто не знает. И он был замом, ну, такая должность для молодого человека, который, в общем, ничего не умеет и ничего не знает, довольно высокая. Ну и там, видимо, он счел, что ему недоплачивают. Вот, получил 2,5 года лишения свободы. Ну, кстати, может быть, даже и не за это, а за что-нибудь другое. Но это вряд ли мы узнаем, почему его осудили, почему такого прожженного путиниста и, в общем-то, мерзавца и негодяя решили все-таки посадить в тюрьму. Ну, наверное, не по чину брал, так я понимаю. На студенческом фестивале «Весна», посвященном третьей годовщине присоединения Крыма к России, присутствовали не только школьники-активисты патриотических движений, ну, патриотических, это их псевдопатриотических, ну, и платная массовка, объявления о наборе участников, как сообщило агентство Росбизнес Консалтинг, были размещены на специальных ресурсах в интернете, а откликнувшемуся патриоту предлагалась скромная оплата в 400 рублей на руки. Ну, это тоже преступление, что же преступление, наем массовки, это преступление. Но этим занимаются путинисты всегда, просто всегда. Вот если вы увидите, ну, что такое там 10 тысяч человек, которые по призыву Навального вышли? Да, конечно, там какие-то деньги были вложены для того, чтобы раскрутить соответствующие видеоролики, обращения там, всюду это дело рассеять. Ну, наверное, это стоило, ну, там, скажем, миллион, наверное, рублей, не меньше, а может быть, больше, с учетом тех зарплат, которые должны были получать сотрудники Навального. Ну, а Кремлевская администрация-то тратит на все это, наверное, сотни миллионов рублей, чтобы вывести, там, скажем, наверняка снова 1 мая, там, или 4 ноября, вот когда мы, русские, проводим свои мероприятия, естественно, мы никому никаких денег не платим, и даже у нас денег на раскрутку наших обращений, наших призывов к гражданам нет, но эти тратят сотни миллионов, я уверяю, на то, чтобы вывести сотни тысяч. Там деньги раздают и руководителям, и кого-то стращают, и требуют просто, чтобы какой-то администратор непременно там мобилизовал свое предприятие, или там, свое учреждение, и непременно, чтобы сотрудники вышли под страхом увольнения, под страхом того, что вот субсидии не будут выделены, вы потеряете финансирование, и будет вам всем плохо. Ну, у всех жена, дети, проблемы, и хочется куда-то там в отпуск съездить за рубеж, и нужны для этого деньги, и там накопить на квартиру, там, допустим, своим детям и так далее. То есть у всех есть проблемы, и вот фактически, угрожая там отнять несколько тысяч рублей, администрация президента, все эти политтехнологи кремлевские организуют вот эти массовые шествия, где, конечно, тоже, ну, там есть, конечно, очень много путинистов, конечно, потому что им же надо как-то оправдаться, что это они приперлись на эти массовые шествия, и вот они себе и придумывают легенду. Всенародно избранный, там, национальный лидер, большие успехи. Ну, да, вот во внутренней жизни чего-то не то, но зато во внешнем. Смотрите, как мы бодро бомбим Сирию. Молодцы, хорошо, как здорово. Каждый себе может это объяснить. Ну, это бесстыдство, бессовестность и бесстыдство, которое распространяется на всю страну. И это бесстыдство стимулируется непосредственно Путиным и его командой. То есть тотальное бесстыдство организуется за наши же деньги, и разложение нашего общества организуется вот этими так называемыми финансовыми потоками, которыми можно управлять, и там за тысячу рублей человек готов душу продать. Но не продавайте свою душу, наплюйте на это, живите скромнее, ничего страшного. Как-то этого орду мы переживем, я думаю. Тем более, что человек смертен, слава богу. И вот эта вся шайка-лейка, через 10 лет не будет там никого уже. Мы начнем через 10 лет позабывать, кто там безобрачничал, кто воровал, кто беззаконничал. Они, конечно, будут в скрижале истории вписаны, как раз последние негодяи, но они сойдут со сцены, просто физически вымрут. Главное, чтобы мы не вымирали, сохраняли здоровье, честь и достоинство. Ну, эти люди хотят все украсть и даже потенциальную монархию. Вот олигарх Малафеев объявил, что профессиональные политики продажны, и даже главное для них это победить на выборах. Но он, наверное, по себе знает и по тем, с кем он общается. Монархи же могут править, не вмешиваясь в грязную политику. Будто он что-то знает об этом. Он не считает Путина одним из грязных политиков-демократов. Ну, значит, он его, видимо, монархом считает, поскольку его на пост президента России предложил Борис Ельцин. Вот уж рекомендация. Монархист, олигарх-монархист, который прославляет Путина за то, что его Ельцин на этот пост поставил смеху подобно. Он никогда не стремился к избранию. Его нашли и назначили на этот пост. На помойке где-то нашли и назначили. И оказалось, что он просто послан Богом. Это, как оказывается, Аллах Владимирович. Он всем дает те самые доходы, которых они достойны. Кто бы мог подумать в 99-м году, что Путин придет к нам, а Россия начнет снова становиться Россией. Это произошло по Божьей воле. Олигарх Малафеев. Это всем иллюзионистам, которые хотят думать, что олигарх может быть вообще честным, разумным и просто элементарно рассудочным человеком. Это просто сумасшедший какой-то. Ну, слушайте, еще раз. Он никогда не стремился к избранию. Его нашли и назначили на этот пост. И оказалось, что он послан Богом. Кто бы мог подумать в 99-м году, что Путин придет к нам, с неба спустился, с облака, наверное, а Россия станет снова Россией. Это произошло по Божьей воле. Ну, просто поэма. Поэма лизоблюды и подлеца. Вот Малафеев утверждает, что согласно данным опроса, число россиян, которые хотят возвышения монархии, возросло за последние десятилетия с 15 до 25%. Он связывает это с личной популярностью Путина. То есть у нас Путин оказывается такой провозвестник монархической идеи. То, что он не просто не имеет никакого отношения к этой идее, является прямым врагом русской монархии, в этом здравый, разумный, понимающий русскую историю, русскую жизнь человек не может сомневаться. Но вот такие идиоты, как гражданин Малафеев, ворюга распоследний, за которым шлейф преступлений такой, что мало никому не покажется. Вот он говорит, что Путин у нас, оказывается, монархию пропагандирует. По словам Малафеева, утверждение монархии может произойти достаточно быстро. Он считает вполне возможным коронацию Путина. Никто не хотел, чтобы Ельцин находился у власти вечно. Но бессрочного правления Путина хотят все. То есть все олигархи точно хотят бессрочного правления Путина. Они, наверное, такую таблетку мечтают придумать, чтобы самим жить вечно, вечно грабить нашу страну, и чтобы Путин гарантировал этот грабеж вечно. Но, слава богу, человек смертен, как я уже сказал. Ну, естественно, что они выдают свое мнение за мнение народа. И вот такой бывший фаворит московской патриархии, он высказался по поводу того, что глава Крыма там что-то провякал про монархию. И вот Чаплин сказал так. Впрочем, так как крымский политик думают и говорят как минимум сотни тысяч людей про монархию, про монархию якобы, активных, сильных, имеющих продуманную и выстраданную позицию. Я говорю подобное несколько лет. Некоторые мои друзья лет 30. Десятки тысяч таких же людей приходят каждый год без всяких разнарядок на крестный ход в Екатеринбург в царские дни и идут ночью после пятичасовой службы 23 километра. Ну, это есть такое шествие в Гадиной яме. Ну, это просто обман людей. Просто обман людей. Ну, сама же патриархия не признала найденные там останки за царские. А люди ходят, а люди ходят вот этими крестными ходами. Кто организует эту профанацию? Московская патриархия, вот сел Чаплин и другие, многие другие. Вся патриархия тоже пронизана ложью, точно так же, как пронизана вся администрация путинская. Что те, что другие. Абсолютно чуждые русскому народу, русской истории. Абсолютно враждебные нам. Это оккупационные администрации. Одна оккупационная администрация в Кремле, другая вот в патриархии сидит. Так что сказанное, вот сказанное главой Крыма про то, что Россией может быть монархия, это не политтехнология, не прозападный сценарий, не игры элит, а мнение значительной части нашего народа. Ну, может быть, может быть, есть значительное мнение такое, значительной части о том, что в России может быть монархия. К сожалению, подавляющее большинство тех, кто думает о монархии в России, ничего об этой монархии не знают. И считают монархом, видимо, да, вот Путина и его челядь, тоже, наверное, какие-то дворянские достоинства должно приобрести вот этот Малафеев или там Чаплин или еще какие-то люди. Это не монархия, это не просто профанация, это антимонархия и это анти-Россия. Оккупационный режим никак не может олицетворять Россию. В 18 марта в московском СИЗО погиб исполнительный директор по контролю качества и надежности корпорации Роскосмоса Владимир Евдокимов. В 3 часа утра сокамерники нашли его мертвым с ножевыми ранениями в области груди и шеи. Евдокимов находился под страшой с декабря прошлого года. Басманом в суде обвиняемые его защита просили изменить ему меру пресечения на домашний арест или отпустить под залог 30 миллионов рублей. Ну так не слабо, 30 миллионов рублей как раз из кармана. За своего топ-менеджера вступили и руководство Роскосмоса. Но следствие убеждало суд, что Евдокимов скроется, уйдет от ответственности и сможет повлиять на свидетелей. Он теперь точно ушел от ответственности, но дело даже не в этом. Дело в том, что оказывается несколько раз нанести себе смертельный удар ножом, это в порядке нашей жизни. То есть все это трактуется как самоубийство. Порезал себя ножом, вот просто насмерть горло себе перерезал, еще несколько раз ткнул в область сердца. Почему все это происходит? Потому что в 2007-2009 годах Евдокимов мог участвовать в махинациях с поставкой оборудования российской самолетостроительной компании МИК, по версии Следственного комитета, в результате подмены дорогих комплектующих дешевыми, было похищено не менее 200 миллионов рублей. Ну это пустячок на самом деле, если уж там похищали, то наверное сотнями миллиардов, а не миллионами. Евдокимов своей вины не признал, и чтобы не всплыли другие версии, его располосовали ножом. Ну вот так у нас расправляются вот эти вот милые люди, такие богобоязненные, мечтающие о монархии. Так вот они расправляются с теми, кто из их же собственной среды как-то им не угоден. Ну а с нами они расправляются, пока что мы не так уж им опасны. Идут судебные процессы по Владимиру Квачкову, который уже много лет сидит в тюрьме, по Юрию Екишеву, который почти год сидит в тюрьме, по совершенно надуманному, дикому обвинению. Там вообще нет в этом обвинении просто даже повода возбуждать уголовное дело. Процесс Юрия Мухина, Кирилла Барбаша и их соратников тоже люди сидят уже более полутора лет в тюрьме. Вот так против нас действует. Против Навального, кстати, действует куда как мягче. Ну что там на 15 суток арестовали? Люди годами сидят в тюрьмах, не совершая вообще никакого преступления. Вот группа выступила за то, чтобы провести референдум в России. За это сидит в тюрьме. Навальный спровоцировал беспорядки, ну по крайней мере это расценивается как массовые беспорядки. Ему дают 15 суток. Ну как вы думаете, соотношение здесь вот одной вины и другой, насколько велико? Ну я думаю, что наказание обратно пропорционально глубине вины, которую приписываются. Оба, конечно, оба решения абсолютно беззаконные. Ну видите, к одним помягче, к другим посложнее. Я напомню, что Навальному московские власти давали самые широкие возможности в любом месте Москвы устраивать массовые шествия. Давали возможность в средствах массовой информации распространять призывы к тому, чтобы люди вышли на шествия русским, национал-патриотам, националистам. Никогда этого не позволялось. Никогда в центре Москвы не предоставлялось места для того, чтобы выходить на свои шествия. Никогда средства массовой информации не публиковали ни строчки с призывами, или хотя бы с информацией, что там-то и там-то состоится уже согласованное какое-то мероприятие. Поэтому мы живем, можно сказать, не только в оккупации, но и в самооккупации, пока люди не обратятся к национальным ценностям, к ценностям русской цивилизации, пока они не почувствуют себя русскими и не начнут работать в русском движении, оккупация будет продолжаться. Даже если вот в наших фантастических, не в наших, конечно, а в ваших, я обращаюсь к либерастам, фантастических мечтах вместо Путина будет Навальный, будет абсолютно все то же самое. Он и не собирается ничего менять, он только с коррупцией борется. Ну, точнее, с теми, кто сейчас у рычагов этой коррупции. Ну, сядут другие, вот и вся разница. Поэтому нам, русским людям, надо становиться истинно русскими, участвовать в русском движении, поддерживать это русское движение всеми возможными силами, какие есть. Если есть возможность, личным участием, если нет возможности, ну, хотя бы перечислением каких-то небольших средств или предоставлением, ну, не знаю, у нас в Москве офиса нет, постоянного офиса у Русского национального фронта. Ну, неужели в огромном городе нет человека, владельца помещения, который может предоставить его для проведения штабных заседаний Русского национального фронта или каких-то других русских организаций? Ну, их должно быть в Москве десятки, они должны между собой вступать в коалицию, потом выступать единым фронтом, вот, Русский национальный фронт, и создан как модель этой коалиции. Нам надо объединяться, нам надо формировать русское движение, не участвовать в карнавалах, ни в коем случае. Любое мероприятие у нас должно завершаться каким-то результатом, каким-то итогом интеллектуальным или организационным. Тогда русское движение будет продвигаться вперед, а все эти карнавалы очень быстро забудутся. Русский национальный фронт